вчера в очередной раз ходили в лес и набрали ведро опят ну что мы в лесу и мы напали на такое место здесь вообще везде везде просто не под ногами везде эти опята они такие прямо по земле и по деревьям растут они уже конечно такие крупные осенние но вы не представляете их море у нас уже три пакета у ребят тара закончилась вот это опять и который я набираю собирала примерно месяц назад на засолена несколько банок вот одна уже одна осталась и по вашим многочисленным просьбам хочу рассказать о том как я именно солю они мариную грибы вот у меня в пятилитровой кастрюре до довариваются уже опята я их сначала вымачивала сутки для чего я их вымачиваю это позднее опята осенние они очень темные получаются если их не вымачиваешь и когда их сутки вымочишь они получают все-таки посветлее сутки они у меня лежали просто в воде потом я их промыла три раза сливая воду больше я их никак не чищу собираю уже достаточно чистыми в лесу первую воду после закипания я сливаю потом опять промываю вот через дуршлаг холодной водой и дальше довожу до кипения в чистой воде и варю минут 20 после этого я сейчас их опять солью промою вот прям холодной водой промываю смываю лишний рассол без особого фанатизма все равно они остаются еще горячими теплыми и все равно не напитаны рассолом таким образом мы убираем лишнюю жидкость видите она все равно достаточно такая темная и так у нас опята буду тоже посветлее далее у меня вот тут двухлитровое пластиковое ветро можно стеклянную банку как вот я прошла раз делала тоже хорошо или эмалированный можно какой-нибудь кастрюльку на дно вот крошу один листик лаврушки сюда же выкладываю так порезанный зубчик большой такой меня чеснока и вот примерно пол столовой ложки соли то ли я кладу на глаз если вы пересолите соль это своеобразный консервант потом можно перед подачей на промыть и в общем не бойтесь пересолить да вот еще пара горошков душистого перца и поскольку у меня укропа нету веточками зонтиками я вот беру прям семена укропа и вот так вот чуть-чуть семян укропа сочетание вот укропа чеснока лаврушки именно с опятами не вообще с любыми солеными грибами это прям то что нужно и теперь сюда закладываю вот слой опять дальше повторяю весь этот процесс опять у меня сверху идет соль так вот вот прям ведь и присыпаю солью так можно делать любые грибы этот способ еще удобен тем что можно постепенно вот собрали грибов подварили их вот так и доложили следующий слой потом еще собрали подварили и доложили можно чернушки маслята в общем все что нашли вы так докладывать это на мой взгляд получаются самые вкусные грибы ну и дальше повторяю свои слои слой у меня где-то видите на порядка двух сантиметров толщиной если вот в такую банку укладываете то но соответственно вот сантиметра 4 слой потом соль потом специи лучше конечно укроп вот веточками но у меня нету вы не представляете какой вкусноты получаются эти грибы вот они знают прям такие вот настоящие деревенские соленые грибы с таким терпким привкусом чуть таким вот игроковато лесным запахом ну прям вообще супер просто так что опять у нас идет чесночок грузди вот так же можно тоже подварили грузди от мать вымочили сутки потом сварили два раз воду слили и вареные грузди в воду я вот здесь вот вниз не солю вот эту воду ну вот следующую партию и опять солю специи ну все у меня последний слой вот уже целая ведерко двухлитровая получилось вот еще чуть-чуть укропчика и сейчас скажу что с ними дальше делать очень на двухлитровая ведерко это у меня было пять пятилитровое ведро грибов свежих до из них получилось двухлитровая ведерко ушло пять листиков лаврушки штук восемь душистого перца и пол пакетика семян укропа ну вот поскольку я говорю другого не было и где-то наверное пять зубчиков чесночка а это кстати кот компот герой почти всех моих выпусков видите пока я тут работала он разлегся ну и теперь нам нужно организовать чтобы у нас грибы были закрыты рассолом ну чтобы воздуха сверху был как можно меньше я вот накрываю сверху блюдца когда я солю вот в такой банке я просто как бы глубже их приминаю чтобы рассол вышел сверху да ну то есть желательно чтобы грибы сверху не плавали чтобы был рассол если вы собираетесь хранить долго у нас они долго не хранятся вот я говорю я делала это примерно месяц назад и вот мы начали их неделю назад есть у нас уже почти нет потому что уже банку такую съели когда приходят гости ну и сами мы там с картошечкой закусочка прекрасная вообще просто это ум от есть эти грибы но вот это я закрываю крышкой и все и ставлю в холодильник через семь дней они будут готовы храниться они должны в холоде то есть где-то плюс 5 если у вас погреб подвал да или есть возможность вынести куда-нибудь там не знаю на крыльцо пусть они там стоят вот через неделю их можно будет есть они просолиться в принципе они уже вареные их вообще можно есть и сейчас но пропитаются специями приобретут вот такую замечательную консистенцию они через неделю с вами была таша муляр пишите ваши варианты рецептов соленых грибов и приятного аппетита код кстати грибы не ест до новых встреч на канале субтитры сделал DimaTorzok